Привет, дорогие мои друзья! Ранее мы с вами печатали корпуса для широкополосных динамиков, заказанных на Алиэкспресс, проклеивали их вибропластом и получили две замечательные колонки, которые слушали через ламповый усилитель. Давно дело было, кто помнит, но его мы тоже с вами собирали в одном из видео. Широкополосные колонки с ламповым усилителем хорошая связка, средние и высокие частоты воспроизводят отлично, а вот с низами явная проблема. Раз уж мы имеем дело с напечатанной акустикой, то немного позже на канале был опять же напечатан корпус для сабвуфера, а также панелька под два басовых трехдюймовых динамика. Сабвуфер тогда напечатали, но не подключили, потому что подключать было некуда. У лампового усилителя два канала правый и левый, и чтобы подключить сабвуфер, нужен как минимум фильтр низких частот, который мы с вами спаяем, может быть, чуть позже, поэтому кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить видео. А сегодня распакуем 2.1 усилитель и послушаем наши 3D колонки вместе через него. Это видео снято при поддержке биржи фриланс-услуг Quark. Услуги 200 тысяч фрилансеров доступны вам по цене от 500 рублей. Четкие сроки и высокая скорость исполнения по ссылке в описании. Вот она плата самого продаваемого на Алиэкспресс 2.1 усилителя, потому что такой может позволить себе любой школьник, сэкономив на булочках в буфете. Тут у нас Bluetooth-модуль есть, то есть можно со смартфона музыку слушать, линейный вход, фильтр низких частот. По регулировкам чуть позже расскажу и мощность за невысокую стоимость. Усилитель обладает высоким коэффициентом полезного действия, потому что это D-класс, работает на микросхемах TPA3116. А это значит почти вся электрическая мощность, которую мы на него подаем, преобразуется в звуковую, лишь небольшая часть рассеивается на радиаторах. Мы с вами люди взрослые, в сказки не верим, знаем, что за низкую стоимость хорошую вещь купить нельзя. Плохим этот усилитель тоже называть не будем, выразиться можно точнее. Он не всеядный, то есть подходит не для всех жанров. Отлично подойдет для электронной музыки, особенно где ярко выражен низкочастотный диапазон, какой-нибудь транс, хаос, в общем все то, отчего уши в трубочку и так сворачиваются, хуже эту музыку даже этот усилитель не сделает. Это шутка была, если что. Ну а если серьезно, китайцы не сэкономили, поставили большой электролитический конденсатор на вход, призванный сгладить пульсации импульсного питания. Пульсации эти он сглаживает, но полностью не помогает, и к ярко выраженному цифровому звуку усилителя добавляется еще и шум работы блока питания где-то на заднем фоне. Проблема эта решаема, можно использовать в качестве источника тока аккумулятор. На полном серьезе, звук становится значительно лучше. Заказан усилитель в самой жирной комплектации, то есть с акриловым корпусом, где самое сложное это не собрать его, а оторвать пленку. Ты уже вроде нашел уголочек, подцепил его, тянешь, и вот чтобы пленка не оторвалась по траектории ее снятия, нужно тянуть очень аккуратно. Порадовало, а точнее позабавило то, как выполнена лазерная резка корпуса. Вот китайцы все предусмотрели. Отверстия под охлаждение радиаторов, отверстия под электрические кабели, отверстия под потенциометры. А вот чтобы эти электрические кабели зажать, отверстия под отвертку почему-то забыли предусмотреть. Если вы смотрите это видео, значит тема звука вам интересна. Ну а раз так, считаю, такой усилитель должен быть у каждого. Хотя бы для того, чтобы была возможность сравнить усилитель D-класса с другими усилителями, например, A-класса, AB-класса, и собственными ушами уловить разницу. Ну а если вы эту разницу не слышите, значит тем более это именно то, что вам нужно. Тут так же, как в видео с часами из электронно-лучевой трубки от осциллографа. Корпус усилителя стоит не ножками на столе, а винтами, и оставляет черные полосы. Исправляем ситуацию так же, используем силиконовые ножки 3M. В видео с колонками многим не понравились мои аудиофильские кабели ПВС. Ну не было тогда других, что сделать. В этом видео исправлюсь и буду использовать обычные акустические. Так как у нас есть большой запас помощности у усилителя, динамики будем подключать последовательно. Каждый динамик 4 Ом, соединим последовательно, общее сопротивление получится 8. Плюс одного динамика соединяем с минусом другого, и к оставшимся контактам подпаиваем кабель. Подумал, вам будет интересно посмотреть на 4-дюймовый широкополосник в сравнении с 3-дюймовым басовым динамиком. Ну а если быть точнее, басовый динамик у нас тут 3,5 дюйма. К нему также подпаиваем акустический кабель, жилу с полоской всегда делаю минусовой. Так проще потом ориентироваться, чтобы не перепутать полярности. Колонки к усилителю подключим, соблюдая полярность, а вот выводы с сабвуфера нарочно полярность поменяем, потому что динамики у нас установлены магнитами наружу. И, следовательно, звук по фазе нам нужно также перевернуть на 180 градусов, чтобы целостность звука не нарушалась, чтобы бас не опережал и не отставал от общей композиции. Возможно, кому-то эти колонки покажутся несерьезными, может, даже немного игрушечными, но, должен сказать, весят они вместе с сабом 9,5 кг. Правый и левый канал подключаем с прямой, и саб с обратной полярностью. Первое, что стало интересно после подключения, это проверить, какая же у нас настройка корпуса сабвуфера. На какую частоту он настроен. Для этого нам необходимо скачать любой генератор частоты и смартфон подключить к усилителю по Bluetooth. Выставляем минимальную частоту, например, 30 Гц и запускаем генератор. Работает. 30 поступательных движений в секунду совершает диффузор. Генератор останавливаем, а на динамик насыпаем что-нибудь мелкое. Я буду использовать пшено. Теперь увеличиваем частоту и смотрим, на какой амплитуда динамика будет меньше. Это и есть частота настройки короба. Если в процессе увеличения частоты диффузор остановится и будет стоять в большом диапазоне, то необходимо добавить громкость. Таким образом, можно точно до герца определить настройку короба. 51 Гц пшено практически остановилось. Это и есть настройка короба. Очень высокая настройка получилась. Не очень хороший вариант для музыкального саба. Сам корпус у нас, как вы знаете, честно скачанный. Вот любопытно, если бы не пришлось уменьшить его размеры из-за размеров стола 3D принтера, какая бы тогда была его настройка. Свою комнату в комнате я вам показывал в одном из видео. Она почти вся обработана звукопоглощающим материалом. Это вспененный меламин. Работает так же, как акустический поролон пирамидки, только не пылится, в отличие от них. Осталось много обрезков от потолка. На кусочки материала поставил колонки, а так же сабвуфер. Обычно, чтобы передаваемые на поверхность вибрации уменьшить, используют специальные акустические конусы. Питать усилитель будем 20-ти вольтовым аккумулятором от электроинструмента Vox. На него как-то с вами паяли переходник для паяльника Т-100. Часто пригождается и вот сейчас опять пригодился. Если я включу металлику, рамштайн или другую вашу любимую музыку, это сразу же будет нарушение авторского права. Поэтому буду использовать музыку из бесплатной библиотеки. Случайную и первую попавшуюся композицию из жанра рок. Крайняя правая регулировка – это общая громкость. По нажатию можно поставить тройк на паузу. Повторное нажатие запускает композиция. Справа на лево следующее – это высокие частоты. Действует только для левого и правого канала соответственно. После идет регулировка уровня. Опять же для правого и левого канала. Следующие две ручки – это частота среза сабвуфера и его громкость. Частоту среза нужно настроить таким образом, чтобы из саба не было слышно голоса. Продолжение следует... Сложно передать вам на камеру работу сабвуфера. Микрофон камеры не в состоянии записать весь спектр низких частот. Ухом я бас слышу, а когда закидываю отснятое видео на таймлайн видеоредактора, этим же самым сабвуфером воспроизвожу его, бас куда-то исчезает. По части работы широкополосных колонок, правда, очень нравится. Это, конечно, не студийные мониторы. Акрас есть, но непонятно, то ли этот акрас вносит усилитель D-класса, потому что на усилителе АБ-класса эти колонки даже не слушал. Или ламповый усилитель на предыдущих включениях также мог вносить свои коррективы. Я бы назвал их колонками ближнего поля. Большую комнату не озвучить, но зато очень комфортно слушать с расстояния не более полутора метров. Чувствуется эффект погружения, всё детально, прозрачно. Сценно есть звуковые образы на своих местах, и их прямо хочется слушать. Да, я не могу дать послушать вам бас от этого саба, но я хотя бы покажу, что он тут есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Учитывая, что это наш с вами первый опыт колонок, напечатанных на 3D принтере, считаю, просто супер получилось. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, еще что-нибудь напечатаем, включим и послушаем. Лайки ставьте, колокольчик жмите, чтобы новые видео не пропустить. И используйте купон, но все товары Алиэкспресс, бюджет которого ограничен, действует несколько дней, поэтому торопитесь. Найдете в описании. Добра, удачи, позитива вам, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА